Наболевшая проблема детской поликлиники по Чертыгашево 59. Необорудованный вход для инвалидов-колясочников и молодых мам будет решена. Высокое крыльцо отремонтируют, установят пандус, заменят и узкие двери. По словам главврача, это была первоочередная просьба пациентов. Здание было построено более 50 лет назад и при проектировании неподходящую ширину дверей неудобные лифты в больнице не предусмотрели. Начальные работы уже до нового года мы начали на улице, уже крышу сделали, столбы установили. И вот в январе месяце состоялся конкурс, определилась подрядная организация и в январе месяце мы начнем частичную реконструкцию первого этажа. На выполнение работ строителям выделили 40 дней и почти полтора миллиона рублей. То есть уже к концу февраля обещанный расширенный коридор, пандус и новый кабинет для выдачи справок должен быть готов. Непростой вопрос с очередями и острой нехваткой узкопрофильных специалистов тоже решается. Новый год детская поликлиника начала с новыми врачами. Обследовать почти 40 тысяч детей уже вышли три специалиста по ультразвуковой диагностике. После интернатуры выходят на работу два невролога, тоже очень проблема большая попасть на прием к неврологам. Два невролога выходят, лор-врач заканчивает мужчина-интернатуру и врач клинической лабораторной диагностики. Должны к нам кроме этого еще прийти врач-детский хирург. У нас должен появиться кардиолог свой, еще один, потому что у нас пока один был кардиолог на весь город. Но главное событие, которого ждут врачи, это строительство новой республиканской детской больницы. Под здание уже выделен участок в районах улиц Литвинова-Ломоносова. Проект уже находится в разработке и, что не менее, важно все отделения поликлиники будут объединены. Начало строительства запланировано на 2017 год, а сдача – в 2020 году.